Здарова, ребята! Сегодняшний ролик... Во-первых, представлюсь, меня зовут Саша, вы на канале Саша Троман, и я сейчас нахожусь в городе, точнее, в штате Огайо, город Синциннати. В Америке я живу уже полгода, почти, почти 5,5 месяцев. Скоро, кстати, будет ролик про мои ощущения от Америки спустя полгода жизни. Вот. Сегодняшний ролик про то, чего же я, как иммигрант, добился за 5,5 месяцев в США. Мне тут один, наверное, хейтер, я не знаю, как его назвать, написал в комментариях, задал такой вопрос, ну, примерно, я сейчас дословно не помню. И что же ты добился, поменяв свою родину на свободу, на законы, поменяв режим, короче, вот ты уехал, и чего же ты добился в США? Мне кажется, это очень глупый вопрос, задавать человеку, который меньше, чем полгода в Америке, его еще глупее, конечно. Ну, я сейчас попробую я в этом разобраться и объяснить вам. Смотрите, сзади меня это даунтаун города Синциннати. Хочу немного сказать про сам город. Блин, я был в Майами, был в Индиан, в Индианаполисе, не вот сейчас, в Синциннати. По-моему, меня больше нигде не было в Америке. Но, что хочу сказать, все города вообще все очень разные. Они вроде бы как будто бы одинаковые, тоже везде даунтаун, и вокруг даунтауна просто небольшие домики. Уже частный сектор дойдет. Но они все выглядят так по-разному, так прикольно, красиво. Это вообще тема для отдельного ролика про то, что Америка такая разная, вообще разная и совсем другая. Очень сильно отличается от наших, ну, от нашей страны, от России. Ну, к теме сегодняшнего ролика, короче, перейдем. Я вам хочу объяснить, наверное, тем, кто этого не понимает. Хотя это же элементарно. Чего вот я мог добиться в США за пять месяцев жизни? Мы приехали в сентябре, пока разбирались с документами, пока разбирались с работой, да, пока тут найдешь, блин, эту нормальную, постоянную, стабильную работу. И как бы пять месяцев пролетело вообще незаметно, как будто бы только-только вчера приехал. Но на самом деле, на самом деле пять месяцев, нормальный уже срок такой. Ну, что человек может добиться вообще в другой стране без денег, да? Я, ну, как бы, то, что мы приехали, мы все свои запасы, которые у нас были, с которыми мы приехали, мы их потратили в первый месяц-полтора. Ну, то есть там на обязательные расходы какие-то все деньги ушли. Что может добиться человек, который сюда приехал без профессии, без каких-то навыков? Да даже если с навыками, все равно за полгода ничего особо тут не добьешься. Скажем так, я вот этот переезд вообще сравниваю, знаете, с чем? Это вот когда ты заканчиваешь школу, это, наверное, многим России знакомо, тем, кто не из больших городов, а из маленьких. Когда ты заканчиваешь школу, тебе нужно поступать в университет, и ты уезжаешь от родителей в другой город. Вот как у нас, например, мы из маленького города в Татарстане, мы переезжали, мне было 17 лет вообще, когда я закончил школу, мы переезжали в город Казань поступать в университет. Многие заселяются в общежитии, я в общежитии не жил, но все равно ты приезжаешь в другой город абсолютно, да? Может быть, ты в нем и был когда-то с родителями, но тут ты уже один. Ты переезжаешь в другой город, у тебя новое, совсем новое, другое окружение, потому что зачастую друзья у тебя со школы, твои одноклассники поступают куда-то в разные места, да? И ты полностью окунаешься в новое окружение, новое знакомство, и у тебя... Ну, у меня в этом плане нормально все было, но чаще всего люди же переезжают, им это дается не супер просто. Это стресс все равно какой-то, понятно, что ты там можешь к родителям своим каждую неделю ездить, но в любом случае это стресс, когда ты меняешь прям все в своей жизни, и тем более в таком молодом возрасте еще. Вот. А здесь мы... Здесь ситуация такая, что ты когда переезжаешь в Америку без языка, без денег, без знакомых, вот как у нас, например, такая ситуация, да? Ну, как без денег, окей, у нас были небольшие запасы, мы потратили, получается, что-то 9 тысяч долларов в первый месяц, ну, как бы это вот почти все деньги, которые у нас оставались. Я там еще несколько тысяч осталось, но они тоже у меня до первой моей зарплаты как бы испарились. Поэтому я и называю это особо без денег. Потому что с деньгами, когда ты сюда приезжаешь, с деньгами, это, знаете, на год, когда у тебя денег запас, я считаю, это вот это с деньгами. Когда у тебя там 15 тысяч долларов после перехода границы, это не особо много. Тут эти 15 тысяч долларов за пару месяцев уходят, потому что надо очень много потратить. Вот. Мы сюда переехали без денег, грубо говоря, без языка и без каких-то знакомых. У нас тут вообще никого не было, вообще ноль просто. Ты приезжаешь в пустоту. Это можно сравнить даже не с тем, что ты уехал от родителей поступать в университет. Это, наверное, можно сравнить с тем, что ты вот родился. Многие же мечтают родиться заново с теми знаниями, которые у них есть уже. Это вот то же самое, ты приезжаешь в другую страну, ну, в частности, в Америку, про другие страны не буду говорить. Разные ситуации бывают в разных странах. Ты приезжаешь в Америку, и у тебя такое чувство, как будто бы ты заново родился со своими, ну, как бы в своем теле, да, остался, со своими жизненными, там, всякими принципами, взглядами, опытом. Но вот ты родился в совсем другом для себя мире, то есть на другой планете. Америку можно сравнить вообще с другой планетой, потому что здесь совсем другая культура, здесь совсем другие люди. И поэтому у меня вот такая ассоциация это с тем, что ты переродился заново, просто родился, и у тебя просто все, все вокруг новое, все вокруг другое, все вокруг на другом языке разговаривают. Ну, у тебя, вот, единственное, что у тебя осталось, это твой прошлый опыт, накопленный, там, у кого-то за 40 лет, когда он переезжает 40 лет, у меня вот за 25 лет я переехал в Америку в 25 лет. Да, ну, вообще, что такое 25 лет, для начала? 25 лет, это, типа, сейчас в нашем современном мире это, как бы, очень и очень молодой человек считается в 25 лет. Какой тут опыт? Ты только, типа, недавно универ закончил, да, пару лет назад. Ну, в моем случае нет, я его не заканчивал, я после школы сразу работать пошел. Вот. Поэтому опыт, какой-никакой опыт все-таки жизненный есть, да, понятно, потому что я... Не пойму, что такое. Надеюсь, это трава. Короче, какой-никакой жизненный опыт есть. Смотрите, какой классный мост. Там, вон, классный стадион, но его плохо видно, конечно. А тут-то даунтаун. Города Ценсенальца. А, вон, еще один стадион. Прикольный город. Поэтому такой комментарий, мне кажется, очень, не очень глупым. Еще что хотел сказать. Многие люди вообще в России и во всем мире за всю жизнь вообще ничего не добились. Ну, серьезно. Что-то добился, мне кажется, один-два процента населения всей планеты. А остальные люди вообще ничего не добились. Они просто живут какой-то такой обычной жизнью, короче. Просто существует. Очень много людей вообще за чертой бедности живут. В разных странах это, конечно, черта разная. Ну, например, в России по официальным данным только, по-моему, 20 миллионов человек живет за чертой бедности. Попробуй спроси у них, чего ты добился. А тут спрашиваешь мигранта, который только-только приехал в новую для себя страну. В неизведанную вообще. Чего ты добился? Серьезно. Я не знаю, чего можно добиться за полгода. Да даже за пару лет. Очень сложно чего-то такого прям супер серьезного добиться. Если даже у тебя там опыт большой и все такое. А что, ну, для каждого вообще человека что-то добиться, это какое-то свое понимание чего-то добиться. Для кого-то купить дом, это чего-то добиться. Для кого-то купить машину, чего-то добиться. Для кого-то там миллион заработать, это что-то добить, чего-то добиться. А для кого-то там и 100 тысяч рублей отложить, накопить, это уже класс, это уже какое-то очень и очень серьезное достижение. поэтому не стоит, короче, задавать таких тупых, откровенно говоря, вопросов о том, чего ты добился, поменяв Россию на США, единственное, наверное, давайте я вот назову то, что я добился сразу, вот прям сразу, сразу, что у меня улучшилось в жизни, так это то, что, во-первых, давай исключим политику, окей, я исключаю политику, исключаю там преследование, да, то, что, во-первых, я добился того, что я приехал в свободную страну, реально, США посвободнее, чем Россия, так уж точно, я вот даже в инстаграме у себя сториз снимал, проезжаешь дома, и на некоторых домах просто написано «фак Байден», ну, висит такой большой плакат, попробуй напиши в России на своем доме «фак Путин», или там, иди, иди там нахуй Путин, как этот Бурнов говорит, «вовлекательное, сексуальное, короткое путешествие», что-то такое, попробуй напиши такое, да даже про своего губернатора, не то, что про Путина, попробуй напиши, вот тебе и ответ. Свобода не только в этом, не только в политическом плане, свобода вообще во всем, ты здесь что хочешь можешь делать, все что угодно, ну, типа, понятно, в рамках закона, но ты тут можешь быть кем угодно вообще абсолютно, вот это вот очень и очень круто. Потом, чего я добился, тут общество совсем другое, у меня здесь общество американское, по крайней мере за то время, пока сколько я вот здесь нахожусь, сами американцы мне очень сильно нравятся, я вообще в принципе люблю людей, но поработав последние 4 года в такси, мне как-то очень сильно я в людях разочаровался, на самом деле, в России, до этого прям очень сильно любил. Ну, сейчас люблю, как бы люди есть люди, каждый по-разному прикольный, вот, но здесь общество совсем другое, здесь, опять же, даже вот говорит, говорит, говорит про эти улыбки, типа, эти такие фальшивые все дела, ну, блин, по мне так лучше, пусть мне все вокруг улыбаются и спрашивают, как дела, и желают хорошего дня, как я вот, например, ходил в Home Depot, это как у нас обе, либо, ну, обе, окей, у нас нет, Леруа Мерлен, или Мегастрой, вот такие магазины, да, строительные, просто каждый, реально, я вот не преувеличиваю, каждый консультант мне пожелал хорошего дня, некоторые спрашивали, как мне помочь, каждый, вот, кого я только мимо не прошел, реально все пожелали хорошего дня, но это же прикольно, это не, это очень и очень круто, ну, по мне так, пусть лучше они фальшивы будут мне желать хорошего дня, чем просто, типа, ничего. Окей, да, в России я не говорю, что все хмурые ходят, это тоже неправда, есть и очень крутые, добрые люди, но на самом деле их меньшинство, вот, зачем я приехал, чего я все добился, переехал в США, я добился себе стабильности реальной, ну, типа, здесь, вот, почему-то в Америке, я уверен, за стабильность, за стабильность вообще жизни своей, да, то есть, если ты здесь будешь работать, на, понятно, сейчас стабильности нет никакой, потому что у тебя нет постоянно работы, вот сейчас я, вроде бы, слава богу, нашел работу, не знаю, надеюсь, это вот и будет моя стабильность на ближайшее время. Но, в России что говорят, вот, у нас стабильно, стабильно хуево, это совсем другое, когда у тебя стабильно хорошо, это уже другое дело, так скажем. Вот, вот, в России стабильно хуево, типа, стабильно все деградирует, так скажем, да, здесь, здесь по мне так стабильно все реально, ну, уже сколько лет все стабильно, короче говоря, вот. Ничего, в принципе, не меняется, люди живут, растут, поколения меняются, а все остается, все на том же месте. Да, понятно, инфляция тоже есть, цены тоже растут, война и коронавирус тоже очень сильно ударили по стране, в плане, как бы, весь мир, а вот этот, от этого пострадал, и США тут вообще не исключение, они тоже, как бы, пострадали, да, цены выросли. Как говорят, за последние три года, вот, за этот коронавирус и из-за войны, на многие вещи цены подросли, но все равно, все равно, если ты работаешь на обычной работе, вот вы, если вдвоем работаете с женой, получаете там среднюю зарплату 10 тысяч долларов на семью, да, у вас в год 120 тысяч долларов, это очень и очень хорошие деньги здесь, здесь на них можно очень хорошо жить, то есть вы можете жить в каком-нибудь обычном городе, не обязательно жить в Майами, в Л.А. или в Нью-Йорке, где очень дорого на самом деле, можно жить где-нибудь, вот, у меня, так скажем, знакомый живет в штате Огайо, здесь вот в этом штате, в обычном небольшом маленьком городке, снимает дом за 800 долларов, у него небольшой, но двухэтажный дом за 800 долларов, понимаете, да, и на продукты у них тоже уходит где-то долларов 600-700 в месяц, и если у тебя нет больше никаких трат, ну, понятно, там, страховка, да, там, ну, машину страховка и все такое, ну, в общем, даже если 5 тысяч долларов у тебя уходит, а 10 тысяч долларов у тебя семья зарабатывает, так пятерик каждый месяц можно его откладывать, либо куда-то вкладывать, в этом плане здесь очень и очень круто. В России, как бы, на обычной работе работы, ну, сколько зарплата, вот, средняя, недавно с другом разговаривал, он говорит, 25 тысяч, ну, на самом деле, окей, пусть будет 40 тысяч, ну, пусть будет 50 тысяч рублей средняя зарплата, если вы вдвоем будете работать, у вас будет 100 тысяч рублей в месяц, у кого-нибудь 100 тысяч рублей в месяц есть на двоих, на семью? Ну, наверное, есть, но, как бы, даже по официальной статистике это далеко-далеко не у всех, далеко не у всех. Может быть, у процентов 30 населения есть доход на семью больше 100 тысяч рублей, но в основном это, конечно, меньше. Ну, вот мы с ним считали, что даже на 100 тысяч рублей, в принципе, можно прожить, да, можно отложить даже деньги какие-то, если, ну, опять же, считаем, что у нас квартира в аренду, либо ипотека, мы не берем того, что квартира или дом свой. Здесь у американцев тоже очень-очень многих людей свои дома и свои квартиры, чтобы там не говорили пропагандисты, что здесь все живут в аренде. Нет, на самом деле здесь очень много людей в своем доме живут и в своей квартире, как бы. Это даже, наверное, глупо обсуждать. Вот. Если ты в России живешь, ну, вот как, у меня была средняя зарплата где-то 80 тысяч рублей в такси в Казани. Это вот последние два года, ну, последние даже, наверное, полтора года. Жена у меня не работала, потому что с дочкой сидела в декрете. И, как бы, квартиру я снимал за 25. Где-то 25-30 у нас уходили на еду, и вот, считайте, 50 тысяч просто на жизнь уходит. На жизнь, на еду и на квартиру. Какие-то 30 тысяч рублей остается, но из этих 30 тысяч рублей все равно какие-то расходы там. Такие, ну, непредвиденные расходы, еще какие-то расходы. Ту же машину в кредит. Я платил кредит за машину 15 тысяч рублей, и вот тебе уже 65 тысяч. Остается еще 15. И, как бы, не то, совсем не то. Даже если у тебя там 10 тысяч в месяц складывается, это уже офигенный результат, живя в России. И, да, ты тоже можешь жить, типа, не в Казани, не снимать квартиру за 25 тысяч рублей, а жить где-нибудь в маленьком городе. Но в маленьких городах ты один не зарабатываешь столько денег. Типа, там, максимум зарплата средняя 1030-40. И, да, расходы поменьше. Ну, как бы, на еду расходы плюс-минус. Ну, меньше, окей. Ты там меньше ходишь всякие в столовые кушать, готовишь дома и все такое. Ну, я к чему, ребят, вообще говорю, что здесь прожить на обычную зарплату, как бы, можно более-менее спокойно. Ты не напрягаешься. Можешь даже не напрягаться и не думать о том, что делать. Просто живешь, работаешь и все. Вдвоем, если работать, так это вообще огонь. Я уже не говорю о том, что можно там пойти работать на трак, там средняя зарплата 10 тысяч. Можно, типа, на кого-то отутиться, на ту же медсестру, да, там не особо много надо учиться. Либо отучиться на программиста и пойти работать программистом и зарабатывать тоже от 10 тысяч долларов. Это уже другой разговор совсем. Возможности, короче, здесь больше, так скажем. И еще что? Для меня самое главное, что это свобода и стабильность. Вот, что я. Что мне больше всего нравится в США и чего я добился своим переездом в США, вот. Приобрел хотя бы два этих качества, и это уже очень и очень круто. Если у вас есть какие-то еще мысли по поводу того, что у вас изменится. Конечно, много чего изменится при переезде в США, но мне сейчас что-то в голову особо ничего не лезет. Да, есть такие мелкие моменты, которые я не буду называть, но самые основные для меня – свобода и стабильность. И напишите в комментах, что бы было для вас таким значимым фактором при переезде в США из любой другой страны СНГ. Ну, а теперь давайте действительно я вам расскажу, чего я добился в США за пять с половиной месяцев. Ничего. Ничего и добился. Ну, типа, поработал. Ну, как ничего. Я научился варить. Вот, класс. Стал... Научился варить в плане не суп, а металл. Поработал сварщиком. Я сейчас потяну язык свой. Ну, более-менее где-то там, когда что-то заказываю, я уже могу с людьми как-то обмолвиться немного. Про язык, кстати, тоже отдельное видео хочу снять. Про то, как я его учу и как вы вообще програсь. Потом что? Ну, машину мы купили. Это в кредит, окей. Это как будто бы она у нас в аренде не считается, как бы за какую-то там покупку. Мы переехали сейчас в более такую... Намного более хорошую квартиру, короче говоря. И мы сейчас снимаем билдинг за 2,5 тысячи долларов в Майами. Это one-bedroom квартира. Да, дорого, но мы живем не одни. У нас есть, короче, у жены братишка. Вот он приехал недавно в Америку и с нами живет. Поэтому платим мы все вместе поровну. Ну, он чуть меньше платит. Поэтому, в принципе, у меня платежка осталась, можно сказать, такая же, какая была за студию. Ну, чуть-чуть больше там на 200 долларов. Ну, как бы переехали в нормальную квартиру. Реально классная квартира. Там есть бассейн, есть тренажерный зал. Есть, ну, будет, как он сейчас его делает. Вот, сад для медитации какой-то. Ну, прикольный, короче, билдинг. Это все в Майами. На год мы подписали лис. Просто мне предъявили, что я не рассказываю об этом. Вот, рассказал. Чего я добился? Сейчас я работаю сплайсером. Ну, типа сплайшу, свариваю. Вот, тоже сварщик, блин. Только оптоволокно свариваю. Тоже интересная такая профессия. Это, конечно, не достижение какое-то, да? Но я тут узнал, что, оказывается, в России для этого прям получают образование. Ну, я не знаю, чем там можно учиться. Четыре года в колледже или в университете. Не знаю, где это образование получают. Но тут, в принципе, работа такая не суперсложная. Я не считаю, что для этого нужно четыре года обучаться. Вот. Надеюсь, с этой работой у меня все получится. Как бы в этом и обречется моя стабильность, короче говоря. Чего я еще добился? Даже не знаю. Наверное, ничего. Поездил на траке, но это не достижение. Просто посмотрел немного штатов. Покатался вот по... Ну, получается, я был в Нэшвилле. Да, я, кстати, забыл сказать. Был в Нэшвилле, штат Теннесси. Вот, был в Цинциннате. Был в Индианаполисе. Жил в Майами. Как бы, блин, все равно покатался по Америке немного прикольнее. Я думаю, что если я буду получать хорошую такую зарплату, то я и, в принципе, ну, стабильно, самое главное, в принципе, и по остальным городам и штатам Америки смогу поездить. Ну, и, наверное, все на этом. Чего я ничего не добился, короче. Ну, что я мог добиться, на самом деле, за полгода в Америке, блин. Тут бы я сейчас решить вопросы и проблемы с документами. Самое главное, с убежищем. Там уже можно. Я думаю, через 5 лет уже тогда можно спросить тебя реально, чего ты добился, вот что ты за 5 лет сделал. И то, если ты, типа, в Америке просто за 5 лет нашел себе стабильную, нормальную работу, ты можешь обеспечивать свою семью. У тебя, если ты за это время купил, там, тебе недвижимость, да, даже если не купил, даже если ты, там, можешь спокойно платить, не напрягаясь за свою недвижку аренную, это уже очень и очень классный результат, я считаю, за 5 лет жизни. Типа, ты здесь осел, у тебя дети ходят в школу, либо в детский сад здесь, типа, ты живешь спокойно, у тебя все хорошо и все стабильно. Поэтому, по-моему, вот через 5 лет, ребята, можете мне писать под комментарием, чего ты добился. Если я буду жить под мостом, либо, не знаю, либо очень плохо у меня все будет, тогда да. Тогда можете спросить меня, чего я добился. А сейчас за 5 месяцев в Америке, пожалуйста, не пишите больше мне такие странные и глупые комментарии. Вот такие, такой вот ролик получился, ребята. Опять спонтанно, я просто приехал погулять и решил вам видос записать здесь на Травке. Вон там, вон, даунтаун, в Санциннате, прикольный город, на самом деле классный. Все, ребята, все подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok